В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! Хочется верить, что и после искрометной новогодней ночи количество наших постоянных телезрителей не уменьшилось. А криминальные сводки после праздников будет читать не так страшно. Сегодня по традиции мы не открываем протоколы, а получаем поздравления и извлекаем уроки. Поменьше стоит, подольше горит. Главные ошибки – горе пиротехников. Барыги, карманники, щипачи и медвежатники – куда делись криминальной профессией и чем они отличались? Дорогие рязанцы, поздравляю от всего сердца вас с наступающим Новым годом и Рождеством и желаю всего самого наилучшего. Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу близких и любимых людей. Забудьте о всех заботах и неприятностях. Вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением. С Новым годом! Уважаемые жители города Рязани и Рязанской области, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать в наступающем году счастья, крепкого здоровья, успехов во всем и соблюдать, скажем так, законы и поменьше попадать в неприятные ситуации. Хотелось поздравить с Новым годом и наступающим Рождеством жителей Рязани и Рязанской области, пожелать в Новом году успехов и, самое главное, безопасности и спокойствия в семьях и на улицах города. Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с наступающим 2015 годом. В будущем году хочу пожелать вам исполнения всех ваших желаний, здоровья вам и вашим близким, а также спокойных рабочих будней и выходных. Коллеги, друзья, поздравляю всех с наступающим 2015 годом. Желаю, чтобы он был не хуже, чем 2014, ну и принес нам много добрых, хороших моментов. В праздники, тем более, когда их так много подряд, хочется только самых ярких и искрометных впечатлений. После новогодней ночи еще как минимум две недели прохожие будут вздрагивать от всполохов салютов. Сегодня мы хотим вспомнить один важный мастер-класс на тему, как запускать самые ходовые в народе петарды правильно. Фейерверки, которые мы сегодня будем запускать с вами на предмет правильного их использования, мы выбрали с учетом того, что они принципиально разные по характеру запуска. Да, собственно, разные они все. Вот только покупателю кажется, что раз принцип действия Den Kitchen, то главное быстро отбежать. Первые требования, чтобы поменьше стоило и подольше горело. И редко кто поинтересуется о мерах безопасности или вообще о наличии инструкции. Как правило, никто не спрашивает. Зато спрашивают потом, чего это оно в сторону полетело или обожгло руки. За красивыми, романтичными, сказочными и непонятными вовсе названиями в любом случае таится взрыв. Так что запоминаем главные правила. В любой коробке с подобным товаром должна быть инструкция, указан срок хранения, а также информация о производителе. Все фейерверки должны быть третьего класса по безопасности ГОСТ. И не стоит вестись на сомнительную экономию времени или пары сотен рублей, приобретая петарды и салюты с уличных лотков. Поверьте, там абсолютно наплевать на вашу безопасность и здоровье. Главное, чтобы товар ушел и побыстрее. И уж тем более не найти концов, случись чего. А просроченная пиротехника еще опаснее. По словам специалистов, у китайских производителей со временем шнур прогорает быстрее. Так что если до конца эксплуатации товара, например, полгода, рванет скорее. Чем дольше срок хранения предусмотрен, тем лучше. Итак, пример первый – ракета. Наши люди с ней не церемонятся. Воткнули в снег, подожгли запал и пускай оно горит синим пламенем. Поэтому и говорят многие, что да ладно, сколько раз запускали, все нормально. Но мы-то знаем, что это бывает иногда очень печально. А правильно запускать ракету из специальных пусковых трубочек, которые обычно уже есть в комплекте. Если нет, лучше позаботиться об этом самим. Пример номер два – батарея салютов. Дилетанты, не берегущие свое здоровье и чужие нервы, готовы поджечь такое изделие прямо во дворе. Опять же, собрали на скорую руку, а то и ногу, небольшой сугроб, и думают, площадка для запуска готова. Результат не заставил себя ждать. Искры во все стороны трещат ветки деревьев. И даже в нескольких метрах от самой петарды нет уверенности, что очередная яркая струя не упадет прямо на голову. Правильно устанавливать ее надо всегда, во всех случаях, на твердое основание. Пример третий – римская свеча. Казалось бы, одно из самых безобидных развлечений, но это тоже обманчивое мнение. Многие у нас запускают ее с рук, что очень чревато. Но это понимаешь только на приеме у доктора, а на праздники, да еще под шофе и горы по колено. Опять вертикально, не вот так, как некоторые запускают, я много раз видел. Потому что выстреливает фейерверк, естественно, он теряет высоту и рассыпается над землей, и не дай бог еще на балкон. Это, кстати, еще один побочный эффект неправильного использования петарды салютов. Часто страдают абсолютно посторонние люди, в которых угодил такой шальной снаряд. Уважаемые рязанцы, от лица сотрудников Рязанского межрайонного следственного отдела в преддверии нового 2015 года хочется пожелать всего самого лучшего. Пускай наступающий год будет полным новыми открытиями, полезными, приятными знакомствами. Принесет вам уверенности в своих силах, крепости духа и здоровья в теле, и, конечно, достижения поставленных целей. Уважаемые жители Рязанской области, поздравляю вас с новым 2015 годом. Желаю, чтобы он был для вас благополучным, вы провели его в кругу своей семьи, без каких-либо происшествий, чтобы как можно реже вам приходилось обращаться в правоохранительные органы. Поздравляю рязанцев, жителей Рязани и Рязанской области с наступающими новогодними праздниками. Желаю счастья, здоровья, семейного благополучия, финансового благополучия, всех благ, которые вы сами можете себе пожелать. В наступающем году, чтобы сбыли все поставленные вами задачи и все, к чему стремитесь, было вами достигнуто. Хотелось бы от лица межрайонного следственного отдела поздравить жителей города Рязани и Рязанской области с наступающим новым годом, пожелать им в новом году уверенности, стабильности, исполнения всех желаний, здоровья и счастья. Как-то мы привыкли думать, что профессия, какой бы она ни была, дело уважаемое, в том числе и в криминальных кругах. Мы решили вспомнить, чем медвежатники отличались от щипачей и во что все это превратилось в наши дни. Медвежатниками называли тех, кто без труда взламывал сложные банковские сейфы. Причем, как ни странно, но специалисты такого рода исчезли еще до Великой Отечественной войны. А они пользовались безоговорочным авторитетом в местах не столь отдаленных. С появлением сложных сигнализаций это стало довольно шумным занятием. Правда, не раз выручала болгарка, но к чему столько хлопот? Сегодня в некотором смысле медвежатников вытеснили хакеры, одним кликом забирающие кругленькие суммы со счетов толстосумов. А год назад, например, грабители, что называется, с корнем вырвали банкомат, погрузили его в машину и были таковы. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. В Советском Союзе самое резонансное ограбление было в 1977 году. Тогда из Ереванского банка забрали полтора миллиона рублей. В выходной день воры пробили дыру в хранилище, спустили раскрытый зонтик, чтобы куски перекрытия падали бесшумно и спокойно забрались в закрома. Карманники есть и сейчас, но класс у них, считают ветераны уголовного розыска, гораздо ниже их предшественников. Таких проводных щипачей сегодня и не найти. Кошелек у гражданки украл. Кошелек, кошелек, какой кошелек? На, выси. Исчезла элегантность, сборичу говорят даже сыщики. Если раньше были кражи, то сегодня чистой воды грабежи. Еще увечья нанесете, это статья 146. 15 лет. Тут уже моя защита не поможет. Лучше я так отдам без сопротивления. Вот, пожалуйста. Статья 145. Лишение свободы до трех лет. В дореволюционной России квартирные кражи считались низкопробным ремеслом. Лишь начиная с 50-х, 60-х годов, домушники вышли в почетный ранг блатного мира. Милицейская статистика свидетельствует, что каждая вторая кража индивидуального имущества совершалась из квартиры. Многим домушникам помогал наводчик. У вас же двое. Двое. А это уже статья 146, пункт А. Шайка, групповой разбой. Иужели вы один не могли справиться? Вору порой достаточно взглянуть на входную дверь или окна, чтобы выбрать подходящую квартиру. Часто наводчики используют так называемый хоровод. Вначале они расклеивают в подъездах объявления следующего содержания. Уважаемые жильцы, 16 ноября будет проводиться дезинфекция мусоропровода от грызунов и насекомых. Далее жильцам предлагается обработать входные двери и отдушины имеющимися средствами от тараканов. 16 ноября наводчик, обычно молодая симпатичная девушка, ходит по квартирам и повторяет объявления. Такая процедура никого не удивляет, жильцы все знают заранее. Минутного разговора и мимолетного взгляда на дверное устройство достаточно, чтобы определить финансовое положение семьи, тип входных замков, наличие сигнализации и прочего. Похищенные вещи вор сдавал барыгам, скупщикам краденого, которые сотрудничали не только с домушниками, но и с другими похитителями частной собственности. Старые воровские барыги предпочитали держаться воров и опасались бандитов. Нынешние покупают все подряд, у всех подряд, да и кражи часто происходят на глазах у хозяев. А вот вы, молодой человек, сами же затрудняете свою защиту. Ну что это такое? Это же пистолет. Вам грозит пункт Б статиста 146 о применении оружия. Опять-таки 15 лет. Ссылка. Профискация. Кражами из государственных учреждений, магазином, сберка, с бухгалтерией и так далее, занимались шнифера и медвежатники. Обычно их интересовали сейфы, которые медвежатники открывали отмычками, а шнифера путем взлома. Знаменитая питерская банда Гриши Краузе, бомбившая в 20-х годах сейфы и несгораемые шкафы по всему Петрограду, состояла из 80 человек. Среди медвежатников в 20-30-х годах прославились москвичи Дорофеев по кличке Тулуп и ростовчанин Борис Петерсон. Последний в прошлом был учителем музыкальной школы. Сегодня технические средства опережают воровское мастерство. Правда, и богачи предпочитают хранить свои денежки поближе к себе, подальше от налоговой. Так что периодически они неизбежно находят друг друга. Будьте осторожней. Дорогие рязанцы, поздравляю вас с наступающим 2015 годом и желаю, чтобы год грядущий стал традиционно лучше года уходящего. Пусть Новый год принесет много приятных моментов, которые доставят радость вам и вашим близким. От лица сотрудников Следственного комитета, а именно Рязанского международного следственного отдела, поздравляю вас с наступающим 2015 годом. Желаю, чтобы в Новом году все ваши мечты, пожелания сбывались, несмотря на те жизненные и неурядицы, которые случаются в нашей жизни, быть вам более оптимистичным, поскольку жизнь не заканчивается, несмотря на те внешние воздействия, которые в настоящее время на нашу страну сыпятся с разных сторон, быть оптимистичными, дружелюбными. Ну и несмотря на все невзгоды, я думаю, мы живем в хорошей стране, с хорошим руководством, оставаться на этой позитивной ноте здоровья и успехов. Дорогие рязанцы, поздравляю вас с самыми добрыми и светлыми праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым. Именно с ними связаны наши искренние веры в волшебство и чудо, надежда на осуществление самых сокровенных желаний и благих замыслов, торжество радости и добра. Пусть в наступающем году непременно найдет свое продолжение все самое хорошее, что радовало нас в году уходящем. От всего сердца желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия, стабильности и спокойствия. Спокойствия не только на улицах нашего любимого города, но и в семьях, и в душах. Пусть только добрые события и потрясения волнуют вас в наступающем году. С Новым годом! Я желаю в этот день, в день рождения января, всем любви. Любви к своей стране, любви к ближнему, любви мужчинам к женщине, а женщинам к мужчине. Пусть те, у кого есть любовь, она станет крепче, а те, у кого еще нет любви, пусть она возникнет. Именно 1 января. Коллектив программы «Вызов принят» присоединяется ко всем прозвучавшим поздравлениям и напоминает, что праздники не повод забывать о благоразумии и безопасности. Хороших вам выходных и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин